Яркие красочные вспышки розового и зеленого цвета озаряют ночное небо. Вы наблюдаете это со своего заднего двора в Пенсильвании, и это не то, к чему вы привыкли, но вполне вероятно, что в ближайшем будущем это будет происходить чаще, поскольку северное сияние смещается на юг. Северное сияние или аврора появляется в результате солнечных бурь. Солнце — это огромный шар из расплавленных газов, который постоянно движется, поэтому такие бури — не редкость. Наша звезда производит огромное количество энергии, которая направляется в нашу сторону. Она перемещается в виде электрических зарядов со скоростью около пяти миллионов километров в час. Когда крошечные частицы Солнца достигают атмосферы Земли, они отдают часть энергии атомам и молекулам в ее верхнем слое. Атомы и молекулы не могут удержать энергию и отдают ее в виде света. Это можно увидеть в виде впечатляющих северных сияний вокруг магнитных полюсов северного и южного полушарий. Если бы вы наблюдали за ними из космоса, они выглядели бы как большие овалы. Их яркость, цвет и форма зависят от высоты, на которой они образуются, и от того, какие частицы участвуют в этом процессе. В северном полушарии самые яркие огни обычно наблюдаются в таких местах, как Аляска, Канада и большая часть Скандинавии. Самая большая солнечная буря в истории была зарегистрирована в 1859 году. Она была настолько мощной, что северное сияние было замечено на Кубе и в Гонолулу. А южное сияние наблюдалось вплоть до Сантьяго-Чили. В таких широтах, как Нью-Йорк, люди могли читать газеты в темноте при одном только северном сиянии. Если бы нечто подобное произошло сегодня, то ущерб составил бы 1-2 триллиона долларов. С ростом солнечной активности и давлением солнечных ветров границы пояса Авроры в настоящее время смещаются на юг. Солнечная активность проходит циклами, каждый из которых длится 11 лет. Сейчас мы находимся в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019-го и достигнет своей максимальной силы в период с ноября 24-го по март 26-го года. Таким образом, геомагнитные бури станут сильнее и, возможно, даже достигнут уровня G5. Эти уровни — рейтинги их силы. Для того, чтобы увидеть северное сияние к югу от Великих Озер, буря должна иметь рейтинг не ниже G3. Бури уровня G5 смогут вызвать сияние, которое достигнут даже Флориды. Если вы не хотите ждать пика активности солнца в 25-м году, отправляйтесь на север, если вы находитесь в северном полушарии, или на юг, если вы находитесь в южном. Авроры там известны как Южное сияние или Аврора Аустралис. Для того, чтобы увидеть северное сияние, не обязательно должно быть холодно, просто должно быть темно. Авроры активны в течение всего года. Вы не сможете увидеть их с апреля по август в самых северных районах мира, потому что там круглосуточно светло. Также важно, чтобы на небе не было осадков или облаков. Они будут закрывать обзор. Цветовое загрязнение тоже помешает, поэтому удаляйтесь от любых городов. Постарайтесь подняться на возвышенность, чтобы максимально увеличить шансы увидеть огни. Они могут быть самых разных цветов, включая бело-серый. Зелено-желтую часть, которую вы, скорее всего, представляете, думая о сиянии, просто легче всего заметить невооруженным глазом. Иногда вы вообще можете не увидеть огни, но ваша камера все равно их зафиксирует. Они могут показаться опасно близкими к Земле, но северное сияние находится на расстоянии 80 километров. Для сравнения, самолеты обычно летают на высоте около 10 километров над поверхностью Земли, и это уже кажется много. Расстояние от Земли определяет цвет авроры. Когда атомы, дарящие нам это зрелище, сталкиваются ближе к Земле, в небе можно увидеть голубые и фиолетовые цвета. Зеленые и красные авроры рождаются дальше от нашей планеты. Земля не единственная планета, на которой бывает северное сияние. Юпитер и Сатурн обладают сильными магнитными полями, и ученые заметили авроры на этих планетах с помощью космического телескопа Хаббл и космических аппаратов Кассини и Галилео. Похоже, авроры на Сатурне также вызваны солнечными ветрами, а вот с Юпитером все не так однозначно. Несмотря на то, что часто говорят в интернете, северное сияние не исчезнет совсем. Когда Солнце пройдет пик активности и станет менее активным, северное и южное сияние будут происходить реже, но все равно останутся великолепными. Еще одно красивое редкое явление — это зеленая вспышка. Она происходит вскоре после захода или перед восходом Солнца, когда оно почти полностью скрывается за горизонтом, а земная атмосфера изгибается и рассеивает свет от него. Люди чаще всего наблюдают ее над океаном. Вспышка также может быть желтой, голубой или фиолетовой. Примерно раз в год в США можно наблюдать редкое огненное торнадо. Огненные торнадо возникают, когда сильный ветер поднимает жар от пожара. Они состоят из пламени или пепла и отличаются от обычных торнадо тем, что не зависят от циклонов. Высота огненных торнадо примерно такая же, как у Пизанской башни. В отличие от огненного дождя, огненная радуга или радужные облака не наносят никакого урона, поскольку не имеют никакого отношения к огню. Их можно увидеть только тогда, когда Солнце находится очень высоко в небе, и его свет проходит сквозь ледяные облака, поэтому они довольно редки. Радужные ореолы столь же уникальны. Опять же, для того, чтобы свет от Солнца формировал идеальное кольцо, необходим особый тип ледяных кристаллов в облаках на поверхности Земли. То же самое может произойти и с лунным светом. Разница будет лишь в том, что лунные ореолы обычно белые, а солнечные могут быть цвета радуги. Белая радуга — еще одно редкое явление, на этот раз созданное туманом и водой. Как и обычная радуга, она образуется, когда свет проходит сквозь капли воды. Она теряет свет, потому что капли тумана в сотни раз меньше капель дождя. Белую радугу иногда принимают за лунную. Ее можно заметить ночью, когда Луна освещает ее, поэтому она не такая яркая. Если вы когда-нибудь видели в небе перевернутую радугу, то это околозенитная дуга. Это не совсем радуга, а своего рода ореол, как вокруг Солнца или Луны. Это оптическое явление вызывается кристаллами льда в верхних слоях атмосферы. Наибольший шанс увидеть околозенитную дугу, когда Солнце находится довольно низко в небе. Это случается крайне редко, но дождь может идти даже без единого облачка на небе. Иногда его называют солнечным дождем, потому что кажется, что дождь падает прямо с Солнца. На самом деле дождевые облака просто находятся на расстоянии от этого конкретного места. Когда лучи Солнца направлены под углом, облака становятся невидимыми. Затем достаточно небольшого ветра, чтобы дождь пошел в вашу сторону. Если вам доведется побывать в регионах с большой высотой над уровнем моря, вы можете увидеть так называемые кающиеся снега. Эти ледяные шипы образуются только в условиях сильного холода и на высоте, где воздух сухой. Солнечный свет превращает лед непосредственно в пар, вместо того, чтобы растопить его воду. Вот почему на поверхности Земли появляются эти лезвия снега и льда высотой до 4,5 метров. Один из самых редких видов облаков — линзовидные, похожие на гигантские горные шапки. Они образуются, когда влажный воздух проносится над горой или горным хребтом и попадает в зону турбулентности. Вулканы могут порождать молнии. Они образуются в столбах вулканического пепла благодаря трению и статическому электрическому, соединяющему положительные и отрицательно заряженные частицы. Чтобы понять, как это работает, можно провести шариком по волосам или ногами по ковру, а затем прикоснуться к металлической дверной ручке. Раз в год всего на нескольком мгновении водопад в Йосемите превращается в огненный водопад. Зимой и ранней весной два потока стекают с горы Эль-Капитан. В идеальных условиях, в феврале, когда солнце скрывается за горизонтом, оно оказывается в нужном положении, чтобы отразиться от стены и окрасить воду в огненно-оранжевый цвет.